Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Томатики наши, как и прежде, в полном-полном порядке. И сейчас они активно цветут, нижняя кисть завязывается, и в этот период времени есть очень-очень важная подкормка, которую нужно сделать для томата, и ее нужно обязательно сделать правильно. В этом выпуске я расскажу вам о двух вариантах подкормки, которая очень важна для томата во время цветения и начала налива плодов, которая поможет вам сохранить урожайность, не потерять урожайность, и ее значительной степени приумножить. Речь пойдет о таком важном элементе питания, как магний. Магний, ну роль его весьма многообразна в растениях томата и в условиях интенсивных теплиц, где вы получаете много урожая, магний наряду с азотом, фосфором, калием, кальцием, серой становится одним из ведущих элементов, по которому очень-очень часто наблюдается дефицит. Когда вы на листочках видите характерную мраморность, то в этом случае вы уже потеряли по крайней мере 15-20% урожая. Вы, конечно, можете приступить к подкормкам магнием, но лучше всего не допускать подобного рода ситуации. Вот для того, чтобы это не случилось, вот прямо теперь возьмите и сделайте подкормку. Но надо помнить, что магний, а чаще его всего мы находим в виде такой соли, как сульфат магния, можно покупать в садовых магазинах, можно покупать в аптеке. И обычная доза для подкормки – это столовая ложка на 10 литров воды. Но помните, что магний очень сильно вступает в конкурентную борьбу с кальцием и с калием. Если вы вносите калий, а массированные калийные подкормки, если вы вносите кальций, кальцевые подкормки, в этом случае поглощение магния очень сильно задерживается. И в борьбе за место на корнях, за место в растении магний, к сожалению, проигрывает. Поэтому, когда вам говорят, без каких-то очевидных причин, что вам надо подкормить монофосфатом калия, или без каких-то очевидных причин и необходимостей, вам надо подкормить залой обязательно, ну просто, чтобы не жировали растения. Это плохие советы, это глупые советы, это дурные советы, потому что в этом случае вы просто этим дополнительным внесением калия, кальция без нужды. Вы просто-напросто уничтожаете магний в растениях и в результате теряете урожай. Самый простой способ не вступать в конкуренцию магнию с кальцием и калием, это сделать в некорневую подкормку. Особенно эффективна некорневая подкормка магнием на перцах, на баклажанах, на томатах. Вот магний лучше всего вносите по листу. Как кормить правильно по листу, я вам расскажу в отдельном выпуске, как можно сэкономить там 10 раз на удобрениях, но только надо правильно кормить по листу. Никакие хилат-агенты, никакие там эти дела не нужны для магния. Единственное, что магний будет поглощаться быстрее, сульфат будет поглощаться листом медленнее, для того, чтобы на поверхности листьев этот сульфат не заставлял листья преждевременно стареть. Обязательно добавьте любой биопрепарат, будь то сенной палочки, будь то псевдомонат каких-то, любой биопрепарат добавьте в эту подкормку. Разведите 1 к 100 биопрепарат, это может быть флорис, это может быть антилус, это может быть атлантис, это может быть гелиус, любой биопрепарат бактериальный, и в нем разведите уже эту столовую ложку сульфата магния, и опрыскайте ваши растения. Такую подкормку делайте, пожалуйста, раз в 10-12 дней, потому что магния томатам особенно, но также перцем и баклажанам, и огурцам нужно очень много, очень много для обеспечения богатого ржа, особенно вот пучковые огурцы, то есть такие интенсивные сорта, которые много дают, им надо много магния. Но что же делать для того, если вы не можете прыскать, не хотите прыскать, все-таки хотите внести его в почву? Вы можете сделать точно такой же раствор почвенный, но вам обязательно туда надо добавить чайную ложечку лимонной кислоты. Наряду с кальцием магний также блокирует фосфорное удобрение в почве и всасывание фосфатов. Защитите одновременно и кальций, и магний, и фосфаты, все защитите лимонной кислотой, и сделайте проливчик по пол-литра по влажной земле, по вашим растениям томатов. Если вы это делаете в виде пролива, тоже делайте такие проливчики с периодом, ну, примерно раз в две недели. Не забывайте о важности магниевой подкормки для такого большого, хорошего, настоящего урожая. Ну, из органических удобрений, магний нам легче всего найти в зеленой бродиловке, делайте жиденький раствор 1 в 10 и проливайте свои томатики еженедельно по литровой баночке на каждое растение. И все будет ок. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!